Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Артём Кобалкин, основатель LP-генератор Learning Page платформы и агентства имплементации поведенческой бизнес-аналитики Prime Data. Сегодня я рад представить вам первый выпуск программы «Оптимизируй это!», где мы будем раскрывать вопросы, связанные с бизнес-аналитикой для облачных сервисов. Сегодня мой напарник Антон Елфимов. Антон, пожалуйста, представься и мы приступим. Всем привет, меня зовут Антон Елфимов, я технический директор компании Prime Data. Мы занимаемся внедрением и использованием поведенческой аналитики для того, чтобы помогать облачным сервисам зарабатывать больше денег. Прекрасно. Кроме этого, ты являешься ведущим дата-аналитиком нашей платформы LP-генератор, собственно, с чего и началось наше сотрудничество. На самом деле я планирую сделать цикл программ, который будет посвящен именно этой тематике, связанной с бизнес-аналитикой, потому что вроде бы казалось бы, что тема модная и понятная, но по факту выясняется, что столько белых пятен и так много непонятного всего, что связано с трекингом пользователей, с интерпретацией данных, с гроус-хакингом, с более продвинутым интернет-маркетингом. Все это, конечно же, находится больше в зоне больших компаний, интерпрайз-решений и для малого и среднего бизнеса. Большинство вот таких вот аналитических систем, они, конечно же, представляют собой абсолютно непонятный инструмент, и вот наши программы, собственно, наша серия программ или программа «Оптимизируйте» посвящена тому, чтобы раскрыть черный ящик, собственно, и именно владельцам, и стартаперам, акционерам, и маркетологам стартапов облачных решений, показать как бы возможности для внедрения современной технологии в собственные решения. Итак, давай тогда мы с тобой начнем со следующего, Антон. Ну, с самого начала эта программа, в принципе, вообще будет посвящена таким базовым и простым вопросам, возможно, многие на них знают ответы, а возможно, нет. Давай начнем с самого начала. Так что же такое бизнес-аналитика? Что значит это модное сегодня слово «бизнес-аналитика»? Окей. Вообще бизнес-аналитика – это такое очень широкое понятие. сюда относятся разные методы, разные способы анализа данных, различных данных из различных частей бизнеса. Цель как бы всегда одна. То есть нужно разобрать те данные, которые у нас есть, о покупателях, о тех, кто не стал покупателями, и в итоге получить ответ, как что-то изменить в своем бизнесе, чтобы получать больше денег. Если мы говорим конкретно про облачные сервисы, про SaaS-сервисы, то, на мой взгляд, это некий какой-то ряд мероприятий, инструментов, мероприятий, методик, которые позволяют прогнозировать то, что происходит сейчас, и найти какие-то гипотезы, подготовить какие-то рекомендации, чтобы что-то изменить на текущий момент, чтобы в итоге зарабатывать больше денег. Потому что все задачи, которые там, оптимизация конверсии, увеличение маркетинговых бюджетов, включение новых каналов привлечения. Или их уменьшение. Да, или уменьшение оптимизации. В итоге все сводится к тому, чтобы у нас было больше денег. Поэтому, на мой взгляд, это бизнес-аналитика для облачных сервисов. Это, в первую очередь, получение каких-то выводов, гипотез, с рекомендацией по увеличению выручки, увеличению прибыли облачного сервиса. Отлично. Получается, что ты, в принципе, уже ответил на второе вопрос. Зачем нужна облачным сервисам бизнес-аналитика? Я вот как владелец бизнеса, как основатель платформы, я вот резюмирую то, что ты сказал, и, наверное, расширю. То есть, для меня бизнес-аналитика – это, в принципе, инструмент, который мне позволяет, первое, уменьшить издержки. Прежде всего, маркетинговые издержки и издержки на разработку. Если мы говорим о маркетинговых издержках, то проблематика заключается в том, что в SaaS-бизнесе не линейные воронки. Это значит, что если нет линейной цепочки, значит, системы типа Google и Яндекса, о которых мы поговорим немножко позже, они не могут предоставить нам решения, связанные с отложенными покупками, разбитыми на 6-7 месяцев. То есть, реальной картины по использованию маркетинга, по трекингу, использованию маркетинговых бюджетов в различных воронках очень глубокой, скажем так, вложенности я не могу получить. То есть, для меня проблема номер один – это как расходовать маркетинговый бюджет эффективно. И, соответственно, если Google и Яндекс мне не дают ответы, а ваше агентство, с которым вы работаете, пишет вам классные отчеты по CTR и по ROI, которые они откуда-то как-то там высчитывают, то для меня, наоборот, эта вещь неочевидна и представляет из себя абсолютный черный ящик. Я думаю, что для многих САСов ситуация абсолютно идентичная. И здесь больше связано с оптимизацией. То есть, да, я хочу каждый рубль, который я хочу в рекламу, я хочу как минимум получить рубль с этого, или немножко больше, было бы вообще хорошо. Но как минимум бизнес-аналитика должна помогать четко видеть и простраивать сложные воронки, оптимизировать маркетингу и бюджет, с одной стороны. Что касается разработки и маркетинга внутри на бэкэнде, то есть это у нас есть анбординг, процесс адаптации нового пользователя, то есть работа с юзером в рамках первой сессии, опять же, абсолютнейший черный ящик. Скажу тебе честно и откровенно, до того, как мы с тобой познакомились и начали сотрудничать, бизнес-аналитика для меня была как бы в формате гугла. Знаешь, открываю там аналитик, смотрю, вот входящий юзер, значит, трафик в порядке, по SEO не просели, вот, значит, есть ежедневное количество входящих лидов, да, хорошо да плохо, давайте что-то там прикупим, что-то нет. То есть это абсолютно нативная работа, которая не методологична, то есть нет методологии, нет цифр, на которых ты опираешься, и ты вроде как работаешь, ну, деньги компания делает, ну, отлично. Я знаю, что на сегодняшний день многие из наших зрителей, или как правильно, слушателей будут удивлены, но вот мы проводим в рамках Prime Data, сколько сейчас демо-сессии, мы видим, что ситуация на рынке, как бы, да, страшная. Типично страшная, да, я бы так сказал. Никто ничего не трехает, то есть все живут как бы, ну, есть трафик, как бы, конвертится он как-то там, ну, и бог с ним, все отлично. Вот, так для меня, для компании, которая хочет считать деньги, да, которые она вкладывает и в разработку, и в анбординг, процесс адаптации, и в рекламу, и в колл-центр, и в саппорт, и в разработку новых фиш. Для меня это, например, важно считать эти деньги. Вот бизнес-аналитика для меня вот продвинутая, поведенческая, сложная, вложенная, она дает мне именно вот эти ответы. То есть я поправил тебя, потому что ты сказал, что это только оптимизация прибыли, но я говорю, что оптимизация расходов, она не менее важна, потому что на девелоперов можно в месяц потратить миллион, а можно потратить восемь миллионов, да, а заработать столько же, сколько и раньше. И вот чтобы ответы у тебя появились, тебе нужно понять, тебе нужно понять реальную картину происходящего, и понять ее очень сложно, потому что скажу, что на практике LP-генератор мы пытались несколько лет, вот когда мы сейчас перейдем к анализу сервисов, я расскажу историю, как мы пытались там внедрить, и какие сложности у нас с этим были, и почему мы, собственно, пришли к тому, что открыли собственную компанию дочернюю, которая решает вопросы по поведенческой аналитике для SaaS. И проблематику, вот ты можешь еще немножко озвучить, какие, собственно, проблемы решает бизнес-аналитика, если так их структурировать, допустим, разделить их на преклик-маркетинг, допустим, на пост-клик-маркетинг, или бэк-энд, как хочешь. Да, я понял. Хорошо, сейчас расскажу. Мы тоже, чтобы все нас понимали, мы говорим бизнес-аналитиком, мы подразумеваем некие методики анализа того, что происходит с облачным сервисом. Что по факту есть, и проблематика какая? Мы большинство сервисов, большинство овнеров, маркетингов, маркетингов-менеджеров, что-то трекают, видят отчет Google, первая большая проблема. Мы не знаем, что отслеживать. То есть, какие метрики важны, какие не важны. Это первое. Второе. Ну, хорошо, мы что-то трекаем, но не понимаем, что с этим делать. Это вторая проблема. То есть, первое. Ничего не считаем, соответственно, никаких нормальных управленческих решений, основанных на данных, мы не можем делать. Вторая проблема. Мы что-то считаем, но что с этим делать и что это значит? Мы интерпретировать не можем. Это две глобальные проблемы. Соответственно, есть еще одна проблема, которая очень существенно затрудняет аналитику для облачных сервисов. Это подход, методология учета по сессиям. То есть, анонимные сессии, такие как Google Analytics и Яндекс.Метрик, они считают анонимные сессии. Там есть настройки дополнительные, но в итоге мы получаем место реальных людей. Сейчас мы конкретно коснемся вопроса реализации систем, какие есть и чем они отличаются. Просто продлимаю. Я просто слышу то, что ты говоришь, у меня настолько это резонирует с проблемами, которые были. Я понимаю, что с такими проблемами работает на самом деле большинство компаний сейчас на рынке. И вот ты знаешь, это как бы большая русская загадка на самом деле, потому что я живу в Израиле, я знаю, что в Израиле, например, когда стартапы приходят, допустим, к инвестору, начинают работать, или компании даже, которые без венчурных средств, я знаю, что у них как бы есть история с аналитикой. То есть, они начинают мерить трекшн, измеряют действия пользователя в интерфейсе, с какими фичерами он работал, что является активацией, и так далее, и так далее. Очень много вопросов связанных, как провести, как настиг. Делают по-умному, в общем, да? Не то, что по-умному, просто есть методология. К сожалению, в Рунете, не то, что нет инструментов, нет понимания методики, нет специалиста. То есть, нет, кто-то тебе скажет, что, окей, пока твои девелоперы пилят продукт, тебе нужно дата-аналитик или на аутсорсе, или как бы сам начинать с этим разбираться, потому что рано или поздно ты столкнешься с проблемой. А проблема у меня, например, в рамках компании, любой, если мы говорим конкретно про облака, это, конечно же, выход на плато. Что такое выход на плато? Это когда ты уже работаешь много лет или несколько лет, и ты чувствуешь, что механизмы привлечения, которые ты использовал раньше, не знаю, контент-маркетинг, имейл-маркетинг, контекст, я не знаю, еще что-то, медийка, то есть они, в принципе, уже перестают давать такой выхлоп, как раньше. То есть любая динамическая система так или иначе выходит на плато. И вот чтобы понять, как из этого плато выйти или не перейти в стагнацию, как минимум, то есть тебе нужно начинать понимать данные, потому что вот Lean Startup, как бы Эрик Рис, его книга, она вот четко показывает, что ведение бизнеса должно основываться не только на проверке идеи, гипотез, но там обязательно составляющая это метрика, трекинг. То есть ты должен знать свой ЦА, ты должен понимать, что они у тебя делают на сайте, как они это делают и попытаться на это повлиять. В конце концов, если коэффициент конверсии увеличился, значит, ты научился решать проблемы в своих юзерах. Я считаю, что достаточно понятная вещь, когда пользователи голосуют рублем, что называется. Если ты увидел, что начали больше платить, значит, ты двигаешься в правильном направлении. И правильно заметил, вот эта проблема плато, когда компания, не знаю, может быть полгода, год, два года пытается... Вернее может быть и больше. Да, может быть и много, много больше времени. То есть куча дел, то есть все заняты, разработчики пилят новые фичи, маркетинг работает, новые какие-то вебинары, рекламные кампании, новые источники. Но по факту выручка либо вообще не меняется, либо меняется на совсем незначительную сумму. И вроде бы все заняты, и наступает какой-то момент такой, блин, уже все надоело, что за фигня. То есть мы вроде фигачим-фигачим, а результата нет. Так вот, получается, вот это в большинстве случаев... Да, и тут начинает работать принцип Паретта, когда ты понимаешь, что 80 твоих усилий приносит 20% результата, и где найти вот эти 20, которые, да, извиня, не отречают. Здесь, да, фактически получается, как бы есть две, ну, на мой взгляд, для облачных сервисов, чтобы сделать больше денег, есть две точки приложения глобальных. Это, во-первых, маркетинг, да, то есть каналы привлечения. То есть надо что-то изменить в каналах привлечения, чтобы заработать денег. Это первая точка приложения. Вторая точка приложения, это, собственно говоря, внутри продукта. Причем, я бы даже сказал, не столько внутри продукта, а сколько в процессе анбординга, да, то есть понять, почему одни пользователи конвертируются лучше, да, и, соответственно, изменить, изменить, так называемую, первую сессию, для того, чтобы конвертировать больше людей. Ну, это не всегда интерфейс, да, это может быть уже готовый интерфейс, просто пользователи не совсем, так как мы задумали, идут, да, то есть есть массовый путь, по которому проходит большинство пользователей, а есть наиболее конверсионный. Так вот, задача как раз расшифровать вот эту внутреннюю часть, да, черный ящик, понять, что же делают пользователи внутри продукта, рассчитать вот эти пути, да, как ты сказал, потому что это полный, во многих сервисах это полный хаос, да, то есть людей кидает... Повернее я знаю, я на самом деле абсолютно ничего скрывать, я, как и стартапы, особенно, которые знают, что на свои деньги развиваются, о чем ты говоришь, какая там аналитика, особенно, не знаю, когда мы стартовали, там, 5-6 лет назад, практически, бронете, инструментов оптимизации маркетинга вообще не было, знаешь, то есть мы смотрели то, что есть на Западе, пытались как-то это использовать, я не знаю, тот же, знаешь, вот тупо, да, последовательная имейл-рассылка, которая, ну, автореспондеры, даже таких вещей не было, и чтобы это настроить, это требовалось реально запариться на эту тему, потому что надо понять, какому сегменту, что посылать, когда посылать, конвертировать, это все надо было выстраивать, и не было инструментария, понимаешь, вроде как, ты понимаешь, что хочется по-умному делать и автоматизировать по-максимуму, но у тебя нет инструментария, ты не понимаешь, что ты, где что-то, то есть, можно... абсолютно, да, то есть нет методики и нет инструментария, да. На самом деле, это тоже вот с email-маркетингом такая ловушка, я думаю, что многие сейчас, может быть, кто-то нас там слушает, думают, вот, это тоже стандартная задача, как мне, как бы, зарабатывать больше денег, что я слышу чаще всего, вот мы сейчас делаем редизайн главный, мы сейчас допилим вот эту фичу новую, да, мы сейчас запилим вот автоворонку, которая будет хорошо работать, да, 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 то есть мы делаем это, сколько нам надо, ну, как бы, месяц, два, три, выкатываем, а ничего не происходит, то есть минимальные изменения, и это вот как раз проблематика, и опять же, вот все эти вещи, я уже это вижу во многих проектах, мы вот, мы сейчас занимаемся этим, этим, все будет классно, но не будет так классно, потому что, вот как мы с тобой говорили, то есть есть две точки приложения, это каналы привлечения, и второе, это, как бы, внутренняя часть, да, внутрянка, мы ее называем, так вот, во внутрянке плечо приложения, да, давай это назовем черным ящиком, да, черные ящики, что-то там внутри, как муравьи бегают, хоп, один вышел, заплатил, да, а 99% нет, ой, а что происходит, никто не понимает. на самом деле, они просто, я по-простому говорю, они просто заблудились, то есть большинство ваших пользователей, когда там регистрироваться, они заблудились, потому что, есть же тоже такая ментальная ловушка, когда ты знаешь, там, свой продукт, для тебя кажется все, все очень логичным, и понятным, да, а когда новый человек приходит, он может быть вообще не подготовен с технической точки зрения, да, вообще не разбираться там в каких-то сервисах, еще что-то, он видит, как говорят там в России, как баран на новые ворота, смотрит, и не понимает, что делать, и в большинстве случаев, вот этот, вот эта первая сессия, первое знакомство, она очень энергетически тяжелая для пользователя, то есть, ну, представь, что-то новое изучить, причем тебе незнакомое, это вот, в голове, это страшно, там, и так далее, энергию надо тратить, большинство пользователей просто уходят, и, как бы, задача-то какая, то есть, мы сейчас, например, делаем поведенческую аналитику, зачем, для того, чтобы посмотреть, как сейчас пользователи себя ведут, и что нужно, и строим гипотезы, там, рекомендации о том, что нужно изменить, как бы, в знакомстве с продуктом, для того, чтобы больше пользователей не боялись, а как раз попробовали, попробовали продукт, то есть, их надо, как бы, за ручку взять спокойненько, и провести по конкретным шагам, но это, вот это еще, тоже важная вещь, это не значит, что нужно записать, как бы, инструкцию, да, или, там, тур по продукту, который, там, все просто пропускают, там, 90% пользователей, и, ну, как бы, и ребята говорят, ну, мы сделали все, что могли, да, это немножко другое. То есть, да, давай, резюмируем, следующим образом, что бизнес-аналитика является базой для гросс-хакинга, которая, в свою очередь, является системой для того, чтобы изменять KPI-показатели бизнеса на порядок, а не на какие-то единичные проценты. То есть, получается, мы ищем плечо, да, и стараемся его, то есть, приложить, и увидеть, да, точку приложения, увидеть максимальный результат с минимальными ресурсами, чего на самом деле не происходит, потому что ты правильно заметил, да, давайте запилим новые фичи, повернивал, по генераторам и делали. У нас классический пример был, когда мы, примерно на, у нас была фича, которая позволяла настраивать контекстную рекламу в Яндексе, то есть, мы взяли API директа, да, и сделали там возможность в личном кабинете у нас настраивать контекстную рекламу, и что, и ничего, то есть, мы думали, что это будет, как американцы говорят, киллер фича, да, то есть, люди придут и скажут, вау, соответственно, увеличатся там показатели LTV, и все, и все будут платить, и все будут счастливы, а на практике казалось, что наоборот, что фича мало кому нужна, потому что и юзеры идут настраивать, соответственно, рекламу напрямую в Яндекс, идут в Гугл, либо нанимают фрилансеров, либо, да, либо идут в агентство, либо заработают с фрилансером, и эта фича, собственно, не особо кому нужна, зато на ее, например, разработку мы там потратили, думаю, что больше, чем полутора миллиона рублей, да, а зачем, вот, и раньше ответов не было на эти вопросы, потому что вот не было бизнес-аналитики, которая позволяла бы вот искать, да, вот эти вот точки приложения, а что нужно, а что не нужно, а что является активацией, кстати, я хочу сказать, что, наверное, вот если мы берем как путь, да, то есть процесс линейный работы с бизнес-аналитикой или любой продвинутой аналитикой, то это, наверное, первое, это понимание, что происходит, а второй, второй стейдж, второй этап, это начать влиять, и самое простое, на что можно повлиять, именно на анбординг, на первую сессию, потому что повлиять на ретеншн, возможно, будет не то, что сложнее, то есть там немножко другие механизмы работают, и опять же, это нужно будет, да, то есть разбираться с ретеншном, понять, почему продлевать, почему не продлевать, есть объективные условия, есть субъективные условия, там, закончился бизнес, в нашем случае, у человека, там, да, он тестировал нишу, и так тот сегмент пользователей, LP-генераторов, которые только тестируют ниши, ну вот им, например, у них LTV, у нас маленькие системы, почему? Потому что они протестировали нишу, не получили результаты, уходят, то есть мы можем там, я не знаю, сто пятьсот новых фич сделать, но это никак не решит проблему, потому что у юссера нету бюджетов, он разочаровался, ему надоело, или он пошел на завод работать, вот такой пример, то есть с одной стороны, да, гросс-хакинг, это вот тоже модное, модный термин, который появился в Рунете, я думаю, что где-то года два назад, и, кстати, мы в блоге об этом наши, давно уже начали писать, вот, да, то есть простая точка приложения, которая дает значимый, результат, вот, я в Рунете, если честно, очень мало кейсов видел и слышал, возможно, их просто не публикуют, но мне кажется, что просто нет... Сложно найти, то есть вопрос в том, что сложно найти вот эту, как бы, точку приложения, вроде бы кажется, что там, там, не знаю, западные кейсы смотрим, все вроде бы понятно, но как бы, но найти эту точку, да, это сложная задача, как раз нужно, как бы, трекать то, что происходит внутри продукта, это первый момент, а второй момент, мне не очень нравится, вообще, я в принципе за то, чтобы как раз вот такой, искать какие-то хаки, которые позволяют действительно выйти на новый уровень, там, дохода, облачному сервису, но в большинстве случаев, там, все кейсы, типа, я поменял на кнопочки, там, как бы, call to action, да, заменил текст, у меня окей, там, смотрите, как конверсия выросла, там, в 300%, да, но в большинстве случаев, это опять, как бы, я называю это ковыряние кнопочек, да, и там, ковыряние с кнопочками, в большинстве случаев, это никак не влияет на деньги, да, то есть, окей, мы сделали редизайн главный, там, написали классный текст, поставили там, call to action, классный, у нас конверсия в регистрацию увеличилась, но, как бы, денег больше не стало, то есть, микроконверсия улучшилась, но, как бы, макроконверсия, именно, реальные деньги, их практически, из меня никаких нет, это тоже важная штука, потому что, вот эта игра с микроконверсиями, она очень, на мой взгляд, очень опасна, потому что мы тратим, там, кучу времени, какие-то тесты фигачим, смотрим, улучшаем микроконверсию, а в итоге, никак это не влияет на выручку, и вот, опять же, почему это, как бы, инструментарий еще важен, потому что, там, стандартные вещи, типа, там, каких-то, гугл экспериментов, да, в гугл аналитикс, и так далее, мы все играем, как бы, с микроконверсиями, не видим, как это в итоге влияет на, поведение пользователей внутри, и это тоже очень хорошая, важная вещь, то есть, когда мы смотрим, важно понимать, что мы, там, используем каналы трафика, и так далее, рекламу покупаем, это все-таки живые люди, это пользователи, которые к нам приходят, и одна из задач, это, наверное, самое сложное, это интерпретировать, как бы, и понять мотивы пользователей, которые нажимают, там, или используют те или иные, конкретные фичи внутри продукта, мы отталкиваемся, как раз, по анализу путей внутри продукта, мы отталкиваемся от сценариев пользователя, мы их видим, то есть, мы трекаем все, что происходит внутри, мы видим эти, как бы, пути, и стараемся задать себе, задаем вопрос, почему он сюда пошел, что ему не хватает, почему он сделал так, и не так, и так далее, и это уже... Я думаю, с данными, да, с данными, проблематика, что ты понимал, могут себя ассоциировать, очень многие собственники, или стартапы, стартаперы, вот, давай, прежде чем мы перейдем уже тогда к следующему вопросу, к нашему последнему в этой серии, сравнительные характеристики по системам, я просто вот резюмирую, у меня есть такая цитата Джека Филлипса, это довольно известный эксперт, в 90-х годах был в области управления персоналом, он сказал следующую вещь, которая, на самом деле бегает по интернету, но источника, мне кажется, так никто и не знает, значит, он сказал таким образом, если вы не можете что-то измерить, значит, вы не можете этим управлять, то есть для меня вот является это абсолютно понятно, и на сегодняшний день очевидно, то есть нет данных, ты не можешь сделать значимые изменения в системе, как ни крути, или ты можешь сделать значимые изменения, но это тебе будет стоить огромных денег, то есть ты сейчас ты не получишь. Риск принятия решения просто возрастает, то есть мы, грубо говоря, играем в русскую рулетку, в некоторых случаях. Понятно, что те собственники, или те предприниматели, у которых есть какой-то глубокий, глубокая экспертиза в чем-то, или какой-то опыт, или интуиция, могут, может быть, снизить этот риск, но по факту, раз на раз не приходится, иногда это стоит серьезных денег, и времени, что самое интересное, ну, время и деньги. наш последний вопрос в этой серии будет слежен следующим. Давай посмотрим простую сравнительную характеристику платформ, фичи, цены, вообще, что такое event-based аналитика, что такое сессионная аналитика, вот, коротко буквально, да. Окей, проблематика главная какая? У нас все системы аналитики считают по сессиям, то есть, что такое сессия? Это, как бы, визит пользователя, но проблематика в том, что, продуктом-то пользуются, да, или сервисом пользуются, не анонимные сессии, а реальные люди, да, и, на мой взгляд, важный, как бы, такой вызов, и челлендж, это отслеживать не анонимные сессии, а реальных людей, то есть, конкретных пользователей, юзеров. Так вот, мое однозначное мнение, Для того, чтобы нормально делать аналитику облачных сервисов, то есть расшифровать черный ящик, нужно использовать системы person-based аналитики или их еще называют event-based аналитики. То есть фактически у нас есть информация о том, что это за человек, что он делал на нашем сайте, причем информация собирается и с фронтенда, то есть записываются параметры визитов, UTM-метки, разрешение экрана, браузеры и так далее. И записываются данные с бэкэнда, то есть что он внутри продукта делал. Это очень важная штука. То есть это не просто какие-то события по URL-кам, это именно полноценная интеграция. Мы получаем, грубо говоря, я это называю какую-то связь или смесь веб-аналитики и какой-то CRM-системы. То есть в единой карточке мы видим всю информацию о взаимодействии пользователя с нашим проектом. Соответственно, там Google Analytics и Яндекс.Метрика считают по сессиям, есть дополнительные настройки, которые позволяют снизить вот эти негативные, на мой взгляд, подход. Но, тем не менее, опять же, почему надо вот такие персон-бэйс системы аналитики? Потому что мы видим, кто это конкретный человек. Это не анонимный какой-то человек, ну, то есть не знаю, там непонятный какой-то человек. Это конкретный человек, мы его знаем, мы можем посмотреть про него информацию. И здесь возникают инсайты, то есть когда мы рассматриваем не каких-то анонимных людей, а конкретных людей и пытаемся понять, почему они сделали так или не так. Почему эти купили, а эти не купили. Вот знаешь, для меня эта проблематика, она настолько явно очевидна, потому что, как мы не ковыряли Analytics в нашем случае и пытались приложить его к платформе нашей облачной, чтобы вытащить данные. Ну, как бы, то есть… Ну, там есть запросы, да, выбросы. То есть есть данные, да, но они, то есть, слушай, ну, объем трафика, запросы там, это не дает мне, как собственнику, да, как человеку, который хочет изменить какие-то количественные и качественные показатели в своем бизнесе, это не дает мне, скажем так, точки или информацию, которая может повлиять как-то на мои решения. То есть много информации, большой объем информации, но она для облаков не подходит. И знаешь, вот я понял это примерно три года назад, что мы из Analytics ничего уже не выжимаем. И вот тогда мы стали пробовать Kismetrix, Mixpanel, уже начали как бы работать, пытаться с этими платформами, и там нас ждал неприятный сюрприз какой-то, трекать вроде что-то начали. И тут, ты можешь, знаешь, имплементировать или расшифровать информацию конкретно для меня, таких людей не было. То есть мы один заход сделали, потом через год другой заход, третий заход, и так вот промаялись еще примерно два года, и толком не смогли ничего настроить, потому что не было человека, который мог бы этим заниматься, не было даже компании, которая могла бы такую функцию нам предложить в то время. Вот, и это была реальная боль, потому что вот очень хотелось, да, понять, и даже инструмент есть, а кто мог бы работать с этим инструментом, бить по этому гвоздю этим молотком не было. Да, здесь есть проблематика, да, согласен. Да, и собственно, так мы и познакомились с тобой, да? Да, да. Ну смотри, тут еще как бы обратная вещь получается, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы правильно настроить, нужно, как бы, опыт использования инструмента, потому что в каждом инструменте это Kismetrix, Mixpanel, Amplituda, то есть есть свои нюансы интерфейса, то есть для того, чтобы в итоге, например, после сбора, да, получить... Давай не будем забегать немножко вперед, да, это уже мы, я думаю, что много времени уже говорим, нужно заканчивать, это перегрузка будет. Ну, то есть они... Скажи, какие платформы есть сегодня, то есть что на слуху, что в принципе работает в России, я так понимаю, все event-based аналитические системы, это западные, да, решения, то есть ничего в России подобного рода нет, я правильно понимаю? Ну, да, на самом деле есть некие там системы, то есть подобные, еще что-то, но я бы вообще им не рекомендовал пользоваться, то есть есть как бы топ-3 инструмента, это однозначно, это не в порядке иерархии, а вообще в принципе, да, то есть Kismetrix, Mixpanel и Amplituda, соответственно, у всех этих инструментов есть возможность трекать мобильные приложения и как бы веб-продукты, собственно говоря, у каждого из них есть свои плюсы и минусы, они все платные, причем как бы платные не дешево стоят. Хорошо платные, да. Да, не дешево стоят, но тут нет никакого там сэмплирования, да, то есть данные доступны всегда в нормальном объеме, у них есть, собственно, там плюсы и минусы у каждого, ну, это как везде, да. Мы работаем с Kismetrix, просто так как бы сложилось исторически, что здесь есть инструментарий и для оценки маркетинга, и для оценки внутренней части продукта, поэтому… Скажи, пожалуйста, ценообразование этих платформ, как строится? В основном все строится на таком понятии, как ивент, да, событие. Что это такое? Это какое-то действие, которое пользователь совершает там с нашим продуктом, то есть это может быть заход на сайт, это может быть посещение конкретной страницы, это может быть использование какой-то фичи, то есть это все эти три инструмента, это фактически конструкторы, то есть мы сами их настраиваем под свои нужды, и как бы цена фактически зависит от набора отчетов, да, который там есть. Ну, давайте посмотрим, например, там Kismetrix, что у нас там имеет. Да, давай посмотрим. Да, набора отчетов, которые есть, и от как бы трафика фактически, сейчас посмотрим. То есть типа есть self-service, self-service, да, и основные, вот там сколько, 4 отчета, да, стоит 220, это минимум долларов и плюс 300 тысяч ивентов, да, и, соответственно, вот главный вопрос, что такое ивенты, это, собственно говоря, что делает пользователь, количество их зависит от того, насколько мы, первое, от количества трафика на проекте, второе, от детализации, детализации, с которой мы трекаем, да, то, что происходит. Ну, и, соответственно, самое дорогое, мы вот для клиентов используем Power, да, это минимум 700 долларов, это вот полный отчет, полный набор отчетов, ну, и, соответственно, у нас там есть свои предложения по количеству ивентов, ну, и по обслуживанию, то есть конкретно мы даем не то, то есть, на мой взгляд, это важная вещь, инструмент, это пол-дела, да, то есть нужны методики и опыт его использования для решения конкретных задач. В Mixpanel то же самое, примерно, то есть, зависит от количества, вот там, 1 миллион data points, это, фактически, тоже ивенты, да, ну, и, соответственно, зависит от того, какие отчеты, что там есть. Вот, Амплитуда, примерно такая же система, там есть бесплатный тариф, который ограничен по функционалу, но там есть большой лимит событий. У всех есть плюсы-минусы, это дело вкуса, у нас, почему-то в России очень любят Mixpanel, да, сейчас очень, второй по популярности сейчас очень все переходят там на Амплитуду, из-за ее такого мощного аналитического функционала, да, но там есть полный функционал, он стоит солидных денег, да, но в любом случае все эти системы, они стоят определенную сумму, и они стоят этих денег в плане, в плане возврата на инвестиции, то есть, это реально штука, в которую стоит инвестировать для того, чтобы пробить свой потолок и выйти с плато, это факт. Ну, опять же, при правильном использовании, да. То есть, сориентирую тогда по прайсу, получается, мы можем как-то, чтобы вот люди, которые нас сейчас смотрят, чтобы примерно для себя понимали ценовую дифференциацию этих сервисов, то есть, как можно оценить, сколько мне, вот я не знаю, сколько ивентов у меня на сайте, да, на моей платформе, как. Надо посмотреть пример, то есть, что такое ивенты фактически, да, например, в Кисметриксе, если мы возьмем, надо примерно взять количество уников в месяц и умножить там на, ну, по-разному, у нас в разных проектах с разной степенью, но там, например, на 4 или на 5, а лучше с запасом на 7. То есть, количество уников в месяц... То есть, по сути, количество действий, которые мы хотим трекать внутри системы, да, или юзер может сделать внутри системы? Не, во-первых, как бы один юзер в течение, ну, то есть, он зашел, например, на сайт, он там несколько визитов, сделал несколько сессий, несколько там кликов по кнопке или заходов на страницу, то есть, один юзер может создавать там достаточное количество событий, но... Ивентов, да. Да, 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 ивентов. Соответственно, надо... То есть, нужно закладывать и говорить, что для облачного сервиса уникальный посетитель умножить на 7, это количество событий, которые он может делать, в принципе, в среднем, да, в каком-то облачном сервисе, B2B или B2C, и от этого можно примерно понимать, какое количество... Какой бюджет будет уходить на... На систему, да, причем, мое личное мнение, что можно как бы трекать постепенно, да, то есть, с как бы постепенной детализацией, то есть, зачем, это тоже большая проблема, мы сейчас начнем трекать все-все-все-все-все-все, огромное количество там ресурсов потратим на описание, на ТЗ и так далее, а потом будем разбираться. Ну, так тоже не очень хороший подход, то есть, мы всегда начинаем с какой-то базовой части, да, а потом уже углубляемся, да, ныряем глубже в конкретные либо разделы, либо конкретные штуки, которые мы, как видим, как находим, влияют в итоге на конверсию. То есть, это важная вещь. То есть, берем количество уников в месяц, умножаем там на 5 или на 7, и примерно понимаем, сколько у нас ивентов будет. Это, наверное, относится ко всем системам event-based аналитики. Вот это примерно такая штука. Отлично, спасибо, Антон. Я думаю, что на этом мы закончим первую часть нашей программы. Скажем всем спасибо, что нас смотрели. Ставьте лайки. Для нас важно понять, нужно ли публиковать такой материал, потому что это тестовый заход, и, собственно, количество просмотров и количество ваших лайков будет для нас самым лучшим сигналом продолжать ли серию по бизнес-аналитике дальше, потому что, в принципе, у нас запланировано очень глубокое погружение. Собственно, информацию, которую вы получите через наши видео, я думаю, что оценить ее можно во многие сотни, может быть, даже миллионы рублей, потому что она даст реальные инструменты для масштабирования бизнеса. Или выхода из плоти, или масштабирования, или оптимизации расходов, или оптимизации доходов. Ну и вопросы в комментах. Чем больше вопросов, мы уже сможем конкретно под эти вопросы записать видосы, либо записать какой-то каст, чтобы на них ответить. Отлично, всем пока. Спасибо, пока. Спасибо.